Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Балетмейстеры Николая Цискоридзе и ранее подозревали в якобы нетрадиционных отношениях. Гей-травли разгорелась с новой силой, когда в канун нового 2021 года хакера опубликовали в сети фото, на которых человек, похожий на Цискоридзе, лежит на кровати вместе с незнакомцем. Инцидент ни капли не возмутил артиста, а напротив даже насмешил, ведь злодеи не учли главного фактора во время монтажа фейковых кадров. В онлайн-эфире интернет-программы «Соловьев Лиф» Владимир Соловьев поговорил с Николаем Цискоридзе на самую животрепещущую и скандальную тему ушедшего 2020 года. Накануне праздника злоумышленники вбросили в сеть фотографии, на которых человек, похожий на знаменитого народного артиста, лежит на роскошной двуспальной кровати в компании незнакомца. Ведущий ВГТРК попросил балетмейстера внести ясность и опровергнуть слухи, всплывшие после скандала. Он впервые узнал, кто мог заказать провокационный слив гей-видео. Цискоридзе предположил, что корень всех конфликтов кроется в старой вражде, которая тянется еще со времен работы в Большом театре, где Николай был главным танцором балета. Несмотря на то, что артист давно забыл былые обиды, ему нашлось, что рассказать на многомиллионную аудиторию Инстаграм. Однако понравилось это не всем, но Шилу в мешке не утаишь, и герой месяца продолжил публиковать посты с воспоминаниями. Грязным проделкам Цискоридзе перестал удивляться давно. По его словам, сейчас с помощью техники можно преподнести как угодно любую информацию. Однако Николай раскрыл тайну, как хакеры совершили главную ошибку. Они не смогли поделать важную часть тела, когда выдавали лживые личные снимки за настоящее. Я привыкшая, мне всегда прилетает. Можно сделать любую грязь. Потому они каждый раз примонтируют мое лицо каким-то гадостям. Но они забывают одно, что я артист балета, у меня очень специфические ноги, узнаваемые, у меня очень специфическое тело, узнаваемое, признался народный деятель культуры. Цискоридзе перестал переживать за свой имидж, ведь он уверен, что ему нечего скрывать, так как он не участвует в подобных встречах с мужчинами. Он даже разрешил взломщикам наведаться в квартиру и предложил им вместе с ним поискать провокационные кадры для нового гей-скандала. Если человек не ел мороженое, он не знает его вкус. «У меня такой пошлости нет», – смеясь процитировал балетмейстер слова примы балетной сцены Улановой. Инцидент с фотоснимками может показаться детским ребячеством после того, как узнаешь, какой позор пришлось пережить юному 13-летнему Цискоридзе. Глава Академии русского балета имени Ваганова и Николай Цискоридзе прошел длинный тернистый путь к признанию коллег и зрителей. Ранее Невские новости писали, как ему пришлось столкнуться с непринятием его таланта родителями и преподавателями балетного училища. Николай в интервью рассказал, как его во всеуслышание называли гермафродитом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.